Экологичное, экономичное и безопасное. Так эксперты говорят о газомоторном топливе. Переход на метан позволит значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу. По результатам мониторинга, который приводит региональное министерство промышленности, в год только на территории Самары машины выбрасывают больше 370 тысяч тонн вредных веществ. Если перевести большую часть машин на газ, эта цифра сократится в 10 раз. Кроме того, газ дешевле бензина. Покупая 10 литров бензина, тратя на это около 500 рублей, можешь проехать 100 километров. На газе метан, покупая тот же самый объем топлива, он тратит намного меньше, он тратит всего лишь около 170 рублей и также проезжает около 100 километров. Соответственно, это безусловная экономичность, это безусловная экологичность и это безопасность, потому что, как мы все знаем, метан имеет четвертый класс опасности, самый безопасный на сегодняшний день. Развитие рынка газомоторного топлива – задача, поставленная правительством страны. Для регионов заданы конкретные показатели. К 2020 году не менее 50 процентов общего количества машин должно работать на природном газе в Самаре, 30 процентов в Тольятти и 10 процентов в Сызрани. Быстро перевести машины на природный газ мешает высокая стоимость как самих машин, так и переоборудование техники, работающей на бензине. Чтобы достичь заданного уровня, региональное правительство разработало меры поддержки. Разработан ряд мер поддержки. У нас есть как прямая финансовая поддержка тех организаций, которые переводятся или частных лиц, которые переводят свои автомобили на газомоторное топливо. Так у нас есть меры поддержки для муниципалитетов, которые помогают закупать им транспортные средства на газовом топливе. В регионе уже выдаются субсидии муниципалитетов на приобретение общественного транспорта и машин для коммунальной сферы на газомоторном топливе. Также возмещают часть затрат на переоборудование уже работающей техники. Одна из задач – развитие заправочной инфраструктуры. Для этого, начиная с 2020 года, региональным правительствам будут предусмотрены и компенсации для инвесторов, которые будут строить новые станции. Лариса Шлафас, Николай Епифанов. События.